Каждый день приносит научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, все чаще оказываются территорией заблуждений. Мог ли Челябинский метеорит принести новую форму жизни? Вирусы попали из космоса. Какой астероид погубит Землю? Они могут появиться, это уж точно, они могут появиться. Пока мы их не видим, не знаем, не вычлели. Планета богов была уничтожена ударом из космоса. Это будет большим шоком, но истории мира придется переписывать заново. 15 февраля 2013 года в 9.20 жизнь землян раскололась на до и после. Когда в стране начинался обычный рабочий день, неизвестное космическое тело весом в 10 тысяч тонн приблизилось к нашей планете, и на высоте 35 километров произошел гигантский взрыв, равный по мощности 10 хиросимов. Вспышка была такой силы, что Челябинск решил, началась ядерная война. А что еще могли подумать жители, на глазах которых прямо из космоса? Огненный смерч, оставляя на утреннем небосводе раскаленные розчерки, устремился навстречу Земле. Что дальше? Как спасаться? Да и вообще, есть ли спасение от космического вторжения? Этот вопрос отнюдь не жители Челябинска, но теперь и всего человечества. Ибо в понедельник, когда все мировые каналы вышли в эфир с экстренными сообщениями о событиях в Челябинске, внезапно выяснилось, астрономы и астрофизики – это не всегда чокнутые фантазеры. А предупреждение о том, что нашей планете может действительно угрожать опасность – не пустой звук. Но как отделить напрасные страхи от научной реальности? Страшилки от реальных фактов. Итак, сегодня, спокойно и без паники, на основе последних научных данных давайте разберемся, действительно ли угроза существует и чего нам ждать от космических гостей? Чего стоит опасаться, а на что можно вообще не обращать внимания? Мало кто знает, но метеориты, которые время от времени падают на головы землян – это не просто каменные глыбы. Это осколки других планет. Долгое время считалось, что они мертвы. Но только до тех пор, пока однажды, исследуя один из таких космических артефактов, ученые не обнаружили на нем следы неизвестных науке бактерий. Это открытие произвело эффект разорвавшейся бомбы. Потому что, во-первых, получается, на других планетах существует жизнь. А во-вторых, эти новые формы жизни могут попадать на нашу планету. Так что, вполне возможно, на хитром болиде, который осыпал Челябинск огненным дождем, к нам в очередной раз перелетела новая неизвестная форма жизни в виде бактерий или вируса, которые найдут среди нас весьма благоприятную среду обитания. Вирус очень хитроумен, ну, в кавычках. И, так как бы, он очень вариабелен. И, ну, одни больше, другие меньше, но все они достаточно вариабельны. И, конечно, от них еще можно ждать сюрпризов. Впрочем, как выясняется, речь может идти не только о простейших вирусах и бактериях. Немецкий астрофизик Эллабрант фон Людвигер 40 лет занимается изучением упавших на нашу планету метеоритов. Согласно его гипотезе, некоторые небесные гости могут оказаться вовсе не тем, чем их принято считать. Вот что он нам рассказал о событии, которое было зафиксировано в Швеции 11 ноября 1956 года. Образец, который подобрали очевидцы, изначально имел очень необычную форму. Он не был похож ни на метеорит, ни на любой другой предмет, предназначенный для известных нам целей. В этот день двое рабочих, Стив Экберг и Гарри Сьеберг, везли стройматериал на небольшом грузовичке-пикапе. Они оба находились в кабине, когда увидели на фоне вечернего неба яркий летящий объект в форме сплюснутого шара. По их оценкам, он был примерно 8 метров шириной, 3 метра высотой и летел перед ними на высоте 100 метров. Внезапно объект сделал резкий поворот в сторону очевидцев. Двигатель машины заглох, фары погасли. Объект начал снижаться, пока не завис над дорогой на высоте метра. По словам очевидцев, он освещал все вокруг невероятным светом. В воздухе пахло озоном и тлеющей изоляцией. Примерно 10 минут спустя объект взмыл в небо. Стив Экберг смог завести мотор. На месте зависания объекта очевидцы нашли блестящий горячий кусочек металла. Он был очень тяжелым, хотя размером вряд ли превышал спичечный коробок. Этот образец неоднократно исследовался в нескольких европейских лабораториях. Он состоял из карбида вольфрама и кабальта. Невероятно хорошего качества. Хотя, надо признать, этот сплав не был чем-то необычным для 50-х годов. И теоретически мог быть произведен в любой промышленно развитой стране мира. Известен еще один подобный случай, подаривший ученым для исследования загадочные образцы. 29 января 1986 года жители города Дальнегорска заметили в небе огромный огненный шар. Он пролетел через весь город прямо над головами испуганных людей и врезался в землю. Над домом, вот в сторону сопки, летел шар красный, параллельно земле. Не быстро летел. Долетел до скалы, вот на той сопке. Подпрыгнул несколько раз и прыгал как мячик. Не сильно быстро так подпрыгивал. И потом там все заберелось. Сопка взорвалась. Зарево тоже было странным. Голубое сияние одержалось около полутора часов. Геолог Валерий Двужильный сначала подумал, что в сопку упал метеорит. Однако на высоте 611 явно произошло нечто другое. Не было кратера от падения небесного тела. А в скале осталась оплавленная дыра в полтора кубометра. Снег отсутствовал, то есть снег мгновенно испарился, то есть высокие температуры были. И вот это копоть и запах чего-то такого химического, как, знаете, вот что-то сравнить между жженой резиной и запахом дегтя. И самого шара на высоте 611 не было. Вокруг лишь валялись странные металлические обломки. Валерий Двужильный собрал их для исследований. Он был уверен, что произошло неудачное испытание военного аппарата. Но эту версию вскоре пришлось отбросить. Искать шар прилетела флотилия странных аппаратов. Ее зафиксировали военные и пограничники. Они шли без позывных, без отзывов. И шли массово, шли группы. В ночное время, по всем показаниям, полетов в то время не было. В тот день и обычно на ночное время на такой высоте наши аппараты просто не летают. Это была целая эскадра из 36 объектов самых разнообразных форм. Главный корабль имел форму цилиндра и был размером с пятиэтажный дом. Имелись огромные конусы, шары и тарелки с иллюминаторами. Все они шарили голубыми лучами по городу. Будто что-то искали. Люди, случайно попадавшие в эти лучи, теряли сознание. Жители города были в панике. Объекты прочесывали Дальнегорск четыре часа подряд. Как, допустим, объект, который зависал на высоте 611. И по описаниям очевидцев, как будто бы дожигал что-то, лежащее на земле. То есть лучи, исходящие из корпуса этого объекта, из этой тарелки, они, касаясь земли, вызывали вспышки. То есть, повисев некоторое время, обработав поверхность, обработав место падения, этот аппарат ушел. Владимиру Зореву было поручено расследование инцидента по линии КГБ. Делом особой важности интересовались на самом верху. Все данные отправлялись сразу в Москву. В итоге спецслужбы пришли к шокирующему выводу. Потерпевший крушение автоматический зонд и прилетевшие корабли не принадлежат ни одной из стран мира. Одна из научно-исследовательских работ, которая была в 1989 году проведена в Военно-воздушной академии имени Гагарина, в качестве одной из задач, ставила в разработку методик по определению принадлежности летательных аппаратов, неопознанных летающих объектов НЛО, к позитивным или негативным цивилизациям. К цивилизациям темным или светлым. Конструктивно ли по отношению к человечеству относится эта цивилизация или деструктивно настроена? Валерий Двужильный изучил обломки странного шара. Они сделаны из молибдена. Однако такой молибден изготовить пока невозможно. По микрозондовым анализам это сверхчистый молибден. В земных условиях сверхчистый молибден не является конструкционным материалом и не используется нигде, кроме как добавок. А вот это наш советский молибден, кусочек нашего советского молибдена. Вот мы попытаемся сейчас выяснить, притягивается ли он магнитом. Нет, конечно. А вот этот инопланетный кусочек обшивки, вот посмотрите, что с ним делается. Видите? А металлокерамический сплав, который нашли шведские рабочие в 1956-м, называется «Победит». Впервые он был разработан в СССР в 1929 году. Но как и почему победитовая деталь отвалилась от сияющего шара? Что это было? Кусок неизвестной ранее победитовой планеты? А может быть результат космической бомбардировки? Разведывательный снаряд неизвестной инопланетной цивилизации? Ученые до сих пор спорят о происхождении этого космического тела. Стоит отметить, что жители Швеции в 1956 году увидели ровно то, чему совсем недавно стали свидетелями жителей Челябинска. Яркая вспышка, оглушительный взрыв, ударная волна и небесный огонь, спустившийся с небес. К счастью, оба случая не нанесли нашей планете ощутимого ущерба. Однако случаев, когда падение астероидов приводили к изменениям планетарного масштаба, достаточно. Астрономы, наблюдающие за звездным небом, утверждают, вся Вселенная расчерчена смертельными трассами блуждающих космических странников. И каждый из них, не вписавшись в поворот, рано или поздно обязательно врежется в какую-нибудь планету. Она содрогнется от удара и либо погибнет, либо на всю свою космическую жизнь получит на своем лице уродливый шрам. На Марсе, на Луне, на Меркурии, то есть на планетах, которые либо лишены атмосферы, либо обладают очень малой атмосферой, как Марс, слабой атмосферой, вот эти самые следы падения видны довольно четко, хорошо. Луна – это вообще журнал, можно сказать, космический журнал, на котором записаны следы падения тел за миллиарды лет. Научно доказанный факт. 65 миллионов лет назад астероид размером 20 километров в поперечнике рухнул в место, сегодня известное как Мексиканский залив. От удара образовался 200-километровый кратер Чиксулуп, самый большой на планете. При падении такого тела образовался огромный такой огненный фонтан, излучение от которого вызвало массовые пожары на расстояниях до 2-3 тысяч километров от точки удара. Сегодня ученые составили модель падения того камня из космоса. Это был настоящий Армагеддон. В одночасье планета была охвачена огнем. Горели все леса. Тучи пепла не пропускали солнечный свет, и Земля погрузилась в адский мрак. Было выброшено огромное количество в атмосферу, во-первых, раскаленных обломков. Они начали разлетаться по всей Земле, по сути, поскольку скорости огромные, то есть они по траекториям, как баллистические ракеты, буквально за 40 минут достигли даже противоположной стороны Земли. То есть вот эта раскаленная масса всех объектов выпала на разных районах Земли, и начался всемирный пожар. Доисторические рептилии сгорали живьем, тонули в наводнениях, падали в пропасти. Выжить не смог никто. Ось Земли пошатнулась, и тогда навсегда изменился климат. С лица планеты исчезли динозавры и остальные доисторические животные. Погибли леса, пища для динозавров. То есть это было глобальное возмущение всей экосистемы. Заодно только 20-е столетие произошло несколько серьезных столкновений астероидов и метеоритов с Землей. 1908 год. Падение Тунгусского метеорита. В 1930 году крупное небесное тело упало в бассейне Амазонки. Были жертвы среди населения. В 1947 году метеорит упал на территорию Приморского края. В западных отрогах Сихаты-Алиня. По дороге к Земле метеорит рассыпался на сотни тысяч обломков и выпал огненным дождем. Если бы такое тело, как Тунгусский метеорит, упал на Москву, то Москвы не стало бы. Но это 50 метров. Соответственно, больше уже начинаются страны, а не города. Странное совпадение. Но ни один из этих камней не рухнул в центр мегаполиса или на ядерный реактор. Что, бесспорно, привело бы к частичному уничтожению цивилизации. Действительно, тут будешь верить Богу, потому что действительно как-то спасает пока все человечество. Смотрите, все крупные небесные тела, которые в последний век рухнули, это Тунгусский метеорит, Витимский метеорит и Сихаты-Алининский. Они все упали в такие места, как нарочно. Прямо природа выбирала такое место, куда бы шарахнуть, где людей поменьше живет. Когда ждать астероид-убийцу? Тела размером километр падают примерно раз в миллион лет. Главная тайна Солнечной системы. Нету там планеты, которая, по идее, там должна быть. Ученые предпочитают не распространять эту информацию. Но теоретически, крупный метеорит может столкнуться с нашей планетой в любой момент. Правда, рассчитать это время и предупредить человечество о грозящей катастрофе ученым по силам. И такие расчеты есть. Оказалось, что математическая вероятность падения астероидов подчиняется очень простым законам. Тела размером километр падают примерно раз в миллион лет. Такие тела вызывают региональные катастрофы и могут уничтожить среднюю европейскую страну. Тела размером 100 метров падают примерно раз в 100 лет. По мощности эти тела сравнимы с самыми крупными ядерными бомбами, которые сейчас есть на Земле. Поэтому падение такого тела может привести к гибели целого мегаполиса. Выходит, что пока глобальная катастрофа нашей планете не грозит. Но это не значит, что с землянам нечего опасаться. Вокруг Земли роятся сотни, тысячи астероидов. И даже несмотря на их сравнительно небольшие размеры, они могут представлять значительную опасность. Потому что вероятность столкновения с ними достаточно велика, а последствия непрогнозируемы. Между тем, мало кто знает, что уже сегодня наши ученые точно могут ответить на вопрос, какие именно астероиды представляют для нашей планеты угрозы и примерно когда это может произойти. Ну вот они называются потенциально опасными для Земли. А их сейчас открыто около 7 тысяч. Потенциально опасно для Земли. И продолжают открывать. Сегодня, не желая напугать жителей Земли тревожной информацией о грядущем апокалипсисе, ученым, тем не менее, детально просчитана ситуация, которая может сложиться в случае падения на Землю такого потенциально опасного астероида. Если падение придется на безлюдную часть планеты, особого ущерба мы не почувствуем. Но если взрывная волна зацепит хотя бы часть техногенной инфраструктуры, планете и человечеству будет очень непросто. В этом случае происходит выброс огромного количества пыли, пепла, пожары начнутся, цунами, землетрясения. Начнутся процессы подобные ядерной зиме. Ядерная зима. Так ученые назвали изменение климата после атомной войны. Эффект от падения астероида будет таким же. Тьма и холод окутают Землю. Почву прорежут черные и ссохшие трещины. Воздух превратится в ядовитую пелену. Ученые подсчитали, что в этом случае солнечные лучи не смогут проникнуть сквозь нее, и температура упадет до минус 50. Все живое может погибнуть от переохлаждения, голода и эпидемии. Предполагается, что в этом случае людям все-таки удастся выжить. Однако известно, что астероиды могут при определенном стечении обстоятельств стирать с лица Вселенной планеты и уничтожать целые миры. И вот вам пример. Небесные тела вокруг нашего Солнца находятся на орбитах согласно строгой закономерности. Между Марсом и Юпитером должна быть еще одна планета. Но ее там нет. Астрономы считают, что на пятой орбите от Солнца раньше существовала планета, которая и была уничтожена в результате космического столкновения. Принято называть эту планету Фаэтон. По основной научной теории, пятая планета погибла еще на заре формирования системы. По размерам и массе она вдвое уступала Земле. Орбиты нашей планеты и Фаэтона были наклонены относительно друг друга так, что возникала угроза столкновения. И однажды это произошло. Согласно основной научной концепции, в истории Солнечной системы с самого начала был период, называемый Великой Бомбардировкой. Опасное время, когда столкновения планет с астероидами были самым обычным делом. Но орбиты всех планет тогда тоже были немного другими и не вполне устойчивыми. Фаэтон подошел слишком близко, и Земля захватила его в гравитационную ловушку. Оторваться он не смог, так как был меньше. По счастью, траектория движения планет совпали не полностью. Фаэтон только коснулся поверхности Земли. Наша планета пострадала не сильно. И предполагают, что это остатки той самой планеты Фаэтон, которая взорвалась. И вот от этого Фаэтона отделилось множество астероидных тел, причем разнокалиберных, разноразмерных, которые некоторые представляют себе метеоритные варианты, то есть твердые тела из железа, из различных скремния и так далее. А Фаэтон разорвало на куски. Но есть и другая гипотеза. Планета Фаэтон погибла от столкновения с неизвестным космическим телом, прилетевшим из внешнего космоса. В результате на пятой орбите от Солнца остался только пояс астероидов. Сам механизм отклонения планеты от своей орбиты пока еще не совсем понятен многим ученым, в том числе и астрономам. Но они продолжают исследовать этот процесс. Из-за каких причин, из-за каких ситуаций планета может отклониться от своей орбиты. Так вот, возможно, либо сам Фаэтон отклонился от своей орбиты в силу ряда причин, либо он столкнулся с Нибиру или с какой-то другой планетой, которая потом была названа именем Нибиру, и тоже сошла со своей орбиты. И в результате этого произошла гибель Фаэтона. Это одна из гипотез. Как утверждают ученые, гибель планеты Фаэтон не могла не отразиться на судьбе и ее ближайшего соседа, планеты Марс. В 2000 году в Антарктиде был найден метеорит, который 13 тысяч лет назад прилетел с Марса. Этому марсианскому гостю 16 миллионов лет. Анализ тела метеорита свидетельствует, что он был сформирован в результате какой-то грандиозной катастрофы. Не исключено, что именно тогда в космических муках и погибла прекрасная планета Фаэтон, а на Марсе прекратилась жизнь, и красная планета, последний раз брызнув во Вселенную метеоритными слезами, превратилась в ледяную пустыню. 13 тысяч лет – это уже корка оплавленных окислов, вторичных минералов, которые предполагают, что он в то время вошел в земную атмосферу. Действительно, при первом же взгляде на Марс видно, что этот мир не просто мертвый. Он уничтожен искусственно. Орбита странно вытянута. Красная планета подходит слишком близко к Солнцу и уносится очень далеко. Марсианские сутки меньше, чем должны быть согласно законам физики. Ось вращения выписывает в космосе дикие кренделя. Поверхность изрыта чудовищными ямами от ударов смертельных астероидов. На Марсе произошла катастрофа космического масштаба, которая лишила его атмосферы и тем самым уничтожила все экосистемы Марса. Она уничтожила все живое, атмосферу, высохли реки, и она стала мертвой, и планета стала мертвой пустыней. Аппараты составили подробную карту Марса. Его поверхность являет нам явные следы космической катастрофы искусственного происхождения. Чудовищный шрам. Извелистая борозда длиной в тысячи километров. Это долина Маринера. Ее глубина 11 километров, а ширина около 200. Еще бы немного, и планета треснула пополам. Уникальная загадка Марса. Все северное полушарие на 3 километра ниже по высоте, чем южное. И линия раздела проходит почти ровно по экватору. Такое ощущение, что с Марса содрали скальп. Такое впечатление, что вот то, что мы сейчас имеем на Марсе, произошло именно таким образом, что с него как бы с северного полушария содрали скальп. Потому что оно напоминает вот такое, что вот что-то было снято, и котлован заполнился лавой. На одной его стороне три самых больших в Солнечной системе кратера. Эллада, Исида и Аргир. Это следы от падений гигантских астероидов, которые удивительно дружно вонзились в кору и пробили мантию планеты Марс. Какие-то тела, которые, вероятно, создали кратеры, Эллада, Иргиры, Исида, врезались и столкнулись с поверхностью Марса. В результате этого удара поверхность Марса была охвачена чудовищными посильными землетрясениями. Происходили расколы земной коры, которые охватили практически всю поверхность Марса. И даже образовывались рифтовые долины, такие, как огромная долина Маринер. Удар прошел через сердце планеты насквозь и породил на обратной стороне Марса три огромных вулкана, которые переходят в бездну долины Маринера. Этого было достаточно, чтобы уничтожить там любые формы жизни. От какой планеты откололась Луна? Мы только знаем, что есть остатки метилемагнитного поля. Бог ужаса кругами летает над нашей планетой. Якобы в 36-м году он уже ударит по Земле. Это опасно, потому что он намного больше, что он русском и терит. Пользу такой версии гибели Фаэдона и Марса свидетельствуют, как ни странно, исследования Луны. Когда образцы лунного грунта доставили на Землю, ученые получили больше загадок, чем фактов. Оказалось, наш спутник старше Земли примерно на полтора миллиарда лет. И наука не в силах этого объяснить. Сейфаэтона самый крупный обломок полетел в сторону Земли и так и остался на ее орбите. Тот факт, что Луна была частью полноценной планеты, подтверждают остатки у нее магнитного поля. У обычных спутников магнитосферы не бывает. Наш безжизненный спутник. Осколок некогда живого и прекрасного мира. Но точку в вопросе происхождения Луны поможет более тщательное исследование марсианского грунта. И тогда мы узнаем полный масштаб катастрофы в Солнечной системе. Такая мощная катастрофа, она, по сути, привела к тому, что атмосфера была сброшена у Марса, и в океанах, собственно, все испарилось, замерзло потом. И Марс превратился в такую безжизненную пустыню. К сожалению, подобные процессы в космосе не редкость. Крупный астероид несколько миллионов лет назад полностью содрал кору из Меркурия, который тоже, скорее всего, был обитаем. А Венера из-за столкновения с неизвестным телом и вовсе до сих пор вращается в обратном направлении. Уран сменил ось вращения на 90 градусов и будто лег на бок после пролета мимо него гигантского космического снаряда. Вы представляете, какой силы космический ураган однажды прошелся по нашей Солнечной системе, что сумел в одночасье уничтожить жизнь на большинстве планет? И только наша Земля, как ни странно, избежала такой печальной участи. Почему? Кто хранит нашу планету в космических джунглях? Невероятно, но нашей с вами жизнью и здоровьем мы, как ни странно, обязаны далекому и могущественному Юпитеру. По мнению ученых, этот газовый гигант благодаря своему мощному гравитационному полю притягивает большинство блуждающих комет и астероидов, которые должны бы упасть на нашу планету. Правда, не все. Некоторые метеориты-убийцы могут заходить в Солнечную систему, что называется, с тыла, с той стороны, где Юпитер слеп. Именно это и произошло 14 февраля, когда Юпитер проспал астероид весом в 10 тысяч тонн и не смог защитить наш родной Челябинск. Но откуда взялся этот астероид, перехитривший самого Юпитера? Известно, что Солнце вместе с нашими планетами движется по спирали вокруг центра Вселенной. Этот путь немыслимо долг, и никто не знает, что ждет нас в глубинах космоса. Ученые предполагают, что Солнечная система может проходить через участки астероидных облаков. Вот они-то и могут атаковать нашу планету. Однако угроза для Земли может прийти не только из чужих галактик. Внутри нашей Солнечной системы своих астероидов великое множество. Это трудно представить, но ежегодно на земную поверхность падает 100 тонн межпланетного вещества. В основном это мелкие метеориты, часть которых сгорает в атмосфере. Большую опасность представляют астероиды и кометы. Они состоят из камней или металла и достигают сотен километров в диаметре. В самой Солнечной системе есть скопление таких камней. И это не только осколки погибшей планеты Фаэпто. У нас в Солнечной системе есть два пояса. Есть астероидный пояс между Марсом и Юпитером. И есть пояс Койпера, который идет за Ураном. Там тоже интереснейший пояс, но пояс представляет собой гантельную систему. Что может угрожать Земле в ближайшем будущем и откуда дует смертельный космический ветер? Как минимум одна реальная опасность уже на горизонте. К Земле несется гигантский астероид Апофис. Его диаметр составляет 300 метров, а масса более миллиона тонн. Это в сто раз больше, чем Челябинский болит. Названная в честь египетского бога мрак и ужаса, карликовая планета Апофис грозит врезаться в Землю со скоростью 45 тысяч километров в час. В пятницу, 13 апреля 2029 года он пройдет очень близко от Земли. И вот что произойдет дальше, мы знаем, что пролетит мимо. То есть точность наших вычислений такова, что мы точно знаем, что пролетит мимо в 2029 году. Но не можем точно предсказать изменение его орбиты. А это значит, что ученые не могут сказать точно, каковы будут последствия такого сближения. Апофис может всего лишь чиркнуть по околоземному пространству и засыпать нашу планету искрами Вселенной. Но если Апофис попадет в гравитационную ловушку Земли, то через семь лет он может снова встретиться с нашей планетой, и тогда последствия будут действительно ужасны. Якобы в 1936 году он уже ударит по Земле. Это опасно, потому что он намного больше Тунгусского материта. Единственное, что мы, конечно, не можем сейчас с такой точностью мерить. Поэтому и 1929 год все-таки предсказывается не очень точно. Ну, год-то предсказывается точно, а вот как он пройдет от Земли. А 1936, тем более не точно, потому что там повлияет еще притяжение Земли в 1929 году. Так что, в принципе, эта опасность есть. Она может уничтожить человечество так же, как уничтожило динозавров. Не слишком оптимистичный прогноз. Но, увы, достаточно реальный. Предполагаемое место падения Апофиса – полоса в 50 километров шириной. Она может коснуться края России, захватит Тихий океан, пройдет через Центральную Америку и закончится в Атлантике. 50 городов могут оказаться под ударом. Если Апофис упадет в океан, то образуется гигантская воронка примерно 8 километров в диаметре. В итоге на побережье Флорида и Калифорния обрушатся 20-ти метровые волны цунами. Но если астероид упадет не в океан, а в район действующего вулкана или летосферный разрез, то события будут еще более драматичные. Падение тела такого размера безболезненно пройти не может. Даже для людей, живущих очень далеко. Ну, во-первых, образуется очень сильная волна цунами. Вот при падении тела такого размера цунами будет очень... Волна будет очень сильной. Она бежит несколько раз вокруг Земли. И вот практически все побережья пострадают. Будет выброшено в атмосферу очень много воды. Это приведет к изменению атмосферной химии. Это может вызвать сильные климатические сдвиги. Сенсационная теория происхождения жизни. 4 миллиарда лет назад Земля была сознательно заражена жизнью. С кем воевали боги? Я лично думаю, что на этой планете была жизнь. И гибель, возможно, носила техногенный характер. Мало кто знает, но вот уже несколько лет по заказу глав ряда государств ученые разрабатывают способы, как не допустить столкновения гигантского астероида с нашей планетой и уберечь человечество от вероятной гибели. Сегодня астрономы несут круглосуточное дежурство, фиксируя малейшие изменения в движении космического убийцы. Есть даже план, согласно которому к опасному астероиду предлагается послать ракету с ядерным зарядом. Взрыв может уничтожить опасный астероид или столкнуть его с орбитой. По второму варианту Капотесу планируется отправить космический корабль Камикадзе, который выйдет на орбиту астероида и, пристроившись ему в хвост, утянет его за собой подальше от Земли. Ну а от третьего варианта и вовсе захватывает дух. Теоретически возможно на астероиде установить гигантский солнечный парус и, таким образом, превратив Апофис в космическую бригантину, отправить ее бороздить просторы Вселенной. Есть еще один экзотический проект. Просто покрасить астероид специальной краской с одной стороны. Краска толщиной всего в миллиметр по всей территории карликовой планеты изменит ее массу и уведет пришельца на миллионы километров. И все было бы хорошо, если бы кроме астероида Апофис у нашей Земли не было бы других проблем. Увы, по мнению ученых, нам могут угрожать десятки космических тел, о которых наука пока даже и не подозревает. Мы знаем о том, что все-таки опасность для Земли существует, она есть, она будет всегда. Если завтра что-то будет, то фактически пока мы беззащитны. Но, слава богу, кроме одного астероида, а именно Апофиса, мы не знаем других опасных для Земли на ближайшие несколько десятков лет. Они могут появиться, это уж точно, они могут появиться. Пока мы их не видим, не знаем, не вычислили. А что касается Апофиса, то это отдельная задача. Надо сказать, что руководители ведущих государств мира в полной мере осознают опасность, грозящую из космоса. Однако, забыв земные распри, объединиться перед космической угрозой пока наш мир не может. Для глобальной защиты планеты необходимо три компонента. Наземная система слежения. Она есть только у США и России, но, увы, совсем для других целей. Надо понимать, что сегодня эти средства оптимизированы на совершенно другие задачи, на задачи военного применения. И для того, чтобы их перенастроить на решение задач как раз обнаружения космических тел в дальнем космосе, конечно, нужны определенные доработки. Для защиты от космической угрозы также необходима база беспилотных аппаратов-разведчиков и космических перехватчиков. Ее можно создать лишь усилиями всего мирового сообщества. И третье. Система отражения космической атаки средствами уже существующей противоракетной обороны. С этим может справиться любая страна. Если, конечно, успеет. Можно предложить использовать как средства системы предупреждения о ракетном нападении, которые имеются у России, так и средства предупреждения о ракетно-ядерном ударе, которые имеются у Соединенных Штатов Америки. Ну и, конечно, к этой программе, если будут присоединяться европейские страны и Китай, то они могут предложить, наверное, свои средства для решения общей задачи. Впрочем, апофис – не единственная угроза, которую сегодня заботят ученые. Правда, установить источник этой космической угрозы можно только, когда ученые смогут ответить на вопрос, как на Земле зародилась жизнь. Долгое время в науке безраздельно господствовала теория абиогенеза. По ней химические вещества однажды сами собой случайно сложились в молекулы жизни. История достаточно правдоподобна, если бы не одно «но». До сих пор никому в лаборатории так и не удалось повторить этот, в общем-то, простой опыт. Смешивание различных химических элементов даже при самых благоприятных лабораторных условиях еще ни разу не дали соединения хотя бы отдаленно напоминающего жизнь. Тем более непонятно, как возник сложнейший генетический код всего живого на планете. Если мы отвергаем, кстати говоря, вынуждены отвергать теорию Дарвина о происхождении видов, как совершенно необоснованную, то другого ничего не остается, как только рассмотреть вопрос об убыстренной, как бы, эволюции, которая не могла быть естественным таким случайным путем осуществлена. Именно поэтому в научном мире все больше склоняются к теории панспермия. Ее смысл заключается в том, что семена жизни в виде аминокислот или даже простейших грибов и бактерий принесли упавшие на Землю метеориты. Именно тогда на нашей безлюдной планете и зародилась жизнь. Теория есть космическая, что, значит, вирусы попали из космоса. Когда хвост планеты задевал Землю, то, значит, с этим хвостом были принесены вирусы. Известный английский биофизик Фрэнсис Крик и американский биохимик Лесли Оргел пошли дальше. В 1973 году они опубликовали сенсационную гипотезу. Ученые утверждали, что жизнь на Земле – дело рук внеземной цивилизации, с помощью космического аппарата, пославший на Землю семена жизни. Главные аргументы Крика и Оргела – присутствие во всех живых организмах Земли редкого для ее недор металла молибдена, а также единый генетический код, что якобы доказывает происхождение жизни от одного единственного микроорганизма. К гипотезе известных ученых научный мир отнесся крайне осторожно. Но и опровергнуть эту теорию никто не смог. Она была высказана когда-то Криком – это один из лауретов Нобелевской премии за генетическую спираль – и американским химиком Оргелом. Крик и Оргел написали статью, которая называлась «Посев из космоса». И они говорили о том, что 4 миллиарда лет назад Земля была сознательно заражена жизнью. Что она была заражена жизнью, видимо, какими-то непонятными, но разумными существами. В это трудно поверить, но Нобелевские лауреаты не только нашли доказательства внеземного происхождения жизни. Ученые указали место, где нужно искать нашу прародину. Эти разумные существа, скорее всего, прилетели из центра нашей галактики, где находятся молебденовые звезды. И что вокруг молебденовых звезд существует плантация жизни. Они основывали свои выводы прежде всего на тех химических компонентах, которые присутствуют в генетическом аппарате человека. И которые не очень свойственны, скажем, для Земли. Действительно, содержание молебдена в земной коре менее 0,02%. Концентрация похожих по химическим свойствам других редких металлов, к примеру, хрома или никеля, в сотни раз больше. Но, в отличие от молебдена, ни хром, ни никель почти не принимают участие в строительстве живых организмов. Другое дело, редчайший молебден. Он просто необходим для жизни человека. Итак, наша солнечная система бедна молебденом. Но в космосе, в других галактиках, его подозрительно много. Астрономы считают, что наиболее богатые этим элементом космические объекты, которые называются красными гигантами. Как ни странно, это звезды-старички. То есть у них уже все в прошлом. В центре у него находится очень маленькая ядрышка, которая очень сильно излучает и расталкивает внешние слои наружу. А тут маленькая центральная ядрышка, оно переживает последние этапы своей звездной эволюции. То есть через несколько минут лет оно уже утратит все свое ядерное топливо и сожмется в черную дыру. Так вот, согласно гипотезе нобелевских лауреатов, эти звездные старички, перед тем, как, свернувшись в черные дырочки, уйти на вечный покой, засеяли просторы космоса семенами собственной жизни, чихнув напоследок миллионами астероидов. Вот они-то и принесли на нашу планету жизнь. И кто знает, быть может, Челябинский метеорит занес нам очередную порцию неизвестных науке живых существ. Так вот, биологи теперь полагают, что если космические микроорганизмы действительно прилетели на Землю с Челябинским метеоритом, то, скорее всего, они будут вынуждены мутировать и искать новую среду обитания, которая, как считают некоторые, может оказаться и сам человек. Вирусы попадают на поверхность Земли вместе с метеоритами, либо хвостовыми остатками комет. Есть даже версия, что смертельные инфекции ВИЧ, атипичная пневмония и птичий грипп имеют космическое происхождение. А грипп испанки был, возможно, занесен тунгусским метеоритом. Бактерии обладают коллективным разумом. Он контролирует их поведение, численность, это установлено. Он даже может давать какие-то команды. Понимаете, это совершенно другая форма жизни. Мы совершенно не застрахованы от угрозы распространения в нас инопланетных бактерий. Она есть. Мы просто предпочитаем об этом не думать. Если, допустим, космический вирус задумает поселиться в наших телах, мы даже этого не заметим. И тому есть, как минимум, один исторический пример. Весной 1906 года жители Тобольской губернии услышали, как содрогнулась земля. Еще неделю после того по ночам небо светилось розовым туманом. К утру он опускался на землю. Домашняя скотина, которая попадала в туман, спустя сутки околевала. А потом в губернские больницы стали доставлять первых заболевших крестьян. Симптомы были странные. Нарывы на коже лица и рук, судороги, высокая температура и слабость. Спустя короткое время это приобрело характер эпидемии. Медицина в начале 20 века не могла ответить на вопрос о происхождении этого неизвестного вируса. Если сопоставить факт падения метеорита, судя по всему, который имел место, то неземные бактерии могли распространиться. Эпидемию удалось локализовать, и все заболевшие выздоровели. Однако некоторые ученые считают, что инопланетные бактерии просто прижились в человеческом организме. Еще одна странная история имела место полвека назад в Зыковском районе Красноярского края. Несколько ночей подряд над правым берегом Енисея висел огромный дискообразный объект. Местные жители заметили, что вода под ним буквально бурлила. Там скапливалось много рыбы. Хитрые рыбаки вставали под диском и получали неслыханный улов. Однако все, кто ел эту рыбу, начинали исходить кровью и терять сознание. Там тоже в анализах не было найдено ничего особенного. Конечно, улов изъяли, людей вылечили. Несколько человек, по-моему, даже вывели из комы. Но все это замалчивалось. Но, правда, события стали приобретать характер экологической катастрофы. Тонны дохлой рыбы плыли по реке. Но все это объяснили секретными испытаниями. Где спрятаны письма от пришельцев? Они создали зонд, похожий на астероид. Но он весь заполнен послойно огромным количеством информации. Кто вел ядерные войны до нашей эры? В то время не было таких технологий на Земле. Инопланетяне привезли их с собой. Однако есть еще более страшные факты и наблюдения ученых, которые доказывают. Вирусу не обязательно распространяться физически, чтобы заразить окружающую среду. Кандидат технических наук Геннадий Заднепровский всерьез рассматривает теорию фантомных вирусов. Исследователь уверен, что на Землю из космоса могут попадать информационные копии различных вирусов. Он утверждает, информацию о вирусной системе можно передавать дистанционно. Вирус является простейшей системой. Это ДНК или РНК. Это две важнейшие нуклеиновые кислоты, заключенные в одинарную или двойную оболочку. И передать, создать информационную копию такой простейшей системы и передать ее на любые расстояния практически не представляет какой-либо сложности. Таким образом, мы можем прийти к такому заключению, что на Землю в огромных количествах могут попадать информационные копии различных вирусов, в том числе и вирусов, которые не имеют земного происхождения. Заднепровский долгое время занимался анализом экспериментов, которые провел французский вирусолог Люк Монтанье. В конце 2000-х он всерьез занялся исследованием ДНК. Монтанье удалось открыть механизм воспроизводства ДНК. По его мнению, ДНК рождается с помощью квантовой телепортации. Мгновенного переноса из одной точки пространства в другую, удаленную на большое расстояние. Монтанье получил подтверждение этому в одном из своих экспериментов. Вирусолог взял две совершенно одинаковые пробирки. В одну из них поместил фрагмент ДНК, в другую залил чистую воду. Затем генерировалось низкочастотное электромагнитное поле. После воздействия в течение порядка 18 часов была проведена в обеих пробирках полимеразная цепная реакция. То есть в обе пробирки были внесены специальные ферменты, энзимы, которые позволяют выяснить наличие биологического материала и четко, будем так говорить, обрисовать наличие вот этого биологического материала. Надо сказать, что этот эксперимент дал удивительные результаты. Во второй пробирке, где была чистая вода, вскоре сформировался фрагмент ДНК, точно такой же, какой был и в первой пробирке. Это означает, что малопонятным пока методом телепортации может создаваться новая фантомная копия любого микроорганизма. Так вот, некоторые ученые теперь считают, что такие информационные фантомы ежедневно спускаются на Землю из космоса, дополняя многообразие жизни на нашей планете. И вот эти информационные копии, попадая в благоприятные условия, скажем, внутрь живой клетки, они начинают формироваться в самые настоящие вирусы со всеми вытекающими последствиями. Инженер Сергей Сухинов много лет работал в авиаконструкторском бюро. Его диссертация, кандидата технических наук, была основана на изучении обломков боевых ракет. Он представить себе не мог, каким образом ему это пригодится впоследствии. Однажды в Подмосковье, в центре заросшего кратера, Сухинов нашел два странных метеорита. Довольно долго камни просто лежали у него на столе, пока он не решил изучить камни с помощью мощного микроскопа. Увиденное инженерам вызвало настоящий шок. Ибо металлические вкрапления в породу, как две капли воды, были похожи на некое подобие микросхем. Метеорит как будто бы был заполнен электронными элементами и выдавленными символами. Это будет большим шоком, но историю мира придется переписывать заново, поставить ее с головы на ноги. Сергей Сухинов считает, что обнаружил осколки инопланетного зонда. А сам оплавленный аппарат не что иное, как послание разумной цивилизации. Они создали зонд, похожий на астероид, но он весь заполнен послойно огромным количеством информации. Упав на планету зон, бесспорно распадется на куски, что и с ним произошло. Но если найти этот кусок, то исследовать его с помощью определенного набора инструментов, то тогда можно сделать колоссальные находки. Поразительно. Но в найденных метеоритах авиационный инженер Сергей Сухинов увидел знаки древних цивилизаций Земли. Египетские иероглифы, шумерскую клинопись, индийские священные символы. То есть культуру античных цивилизаций, в мифологии которых подробно описаны некие боги. Эти боги спускались с небес. Если перевести древние мифы на технический язык, боги были весьма высоко развиты и учили людей жить. Если мы обратимся к цивилизациям древним, которые не знали еще об НЛО, и в этом отношении они были абсолютно объективными, то во всех легендах древности, у шумеров, у древних египтян, у вавилонян, у них у всех боги приходят с неба и учат людей. Эрих фон Деникин – швейцарский археолог и специалист по древним летописям. 40 лет назад его книга «Воспоминания о будущем» возмутила научный мир. В ней описаны древние артефакты, доказывающие, что раньше Землю посещали инопланетяне. Их, по мнению фон Деникина, древние люди называли богами. Вы помните, кто такой Геродот? Это древний грек, который 2500 лет назад жил в Египте. Его еще называют отцом истории. Геродот написал о древнем Египте две книги. Во второй книге «Историй», главы 141 и 142, он говорит, что в Фивах, сегодня это город Луксор, жрецы показали ему 341 статую. Старший жрец рассказал историю каждого, кто был изображен на них, и сообщил Геродоту, что эти статуи символизируют 11 340 лет, на протяжении которых в Египте царствовали люди, а до них правили боги. То есть, если к 11 340 годам прибавить 2500 лет, получим, что люди видели богов почти 14 тысяч лет назад. В священных текстах древних цивилизаций недвусмысленно говорится о войнах богов. Летописи пестрят описаниями вооруженных столкновений высших существ. Они делились на богов, полубогов и демонов. Однако все были родом с далеких звезд. Поразительно, но в разных древних источниках повторяется один и тот же рассказ о разрушении целого мира. В Шумере эта легенда о гибели планеты Тиамат. В греческих преданиях говорится о Фаэтоне. Смысл этой истории один. В результате войны богов некая планета разлетелась на куски. При одном только взгляде на карту Солнечной системы бросается в глаза гигантское расстояние в 480 миллионов километров между нынешними четвертой и пятой планетами Марсом и Юпитером. Эта бездна не пустует. Сотни тысяч обломков, одни большие, другие меньше, двигаются в ней с постоянной скоростью. Эти обломки составляют так называемый пояс астероидов. Вот уже много веков астрономов мучает вопрос, как и почему взорвалась некая планета между Марсом и Юпитером. Я лично думаю, что на этой планете была жизнь, и гибель, возможно, носила техногенный характер. Но есть ли хотя бы один научный факт в пользу этой невероятной версии? Оказывается, есть. Изучая пояс астероидов и самый крупный обломок Фаэтона Цереру, ученые недавно пришли к выводу, что этот шар покрыт слоем льда толщиной более 100 километров. Воды там больше, чем на Земле. Но если это вода погибшего Фаэтона, то значит на Фаэтоне действительно могла быть жизнь. Этой версии придерживаются и известные астрофизики из Бельгии и Лабрант фон Людвигер. Общий объем воды на Церере в 40 раз больше, чем объем земных океанов. С точки зрения поиска в жизни, это действительно очень перспективное место. Спектральные анализы указывают на присутствие под поверхностью Цереры минералов, подобных глине. Более того, Марс дарит нам все новые открытия. Похоже, до катастрофы, которую пережила эта планета, она была очень похожа на Землю. Марс, он во многом похож на Землю, и это очень удивительно. Это, наверное, две таких планеты, которые, как близнецы, только отличаются размером. Примерно в два раза Марс меньше, чем Земля. Ну, в полтора-два, так надо сказать, между этими значениями. Вот. Ось Земли 23,5 градусов от плоскости эклиптики. У Марса 25 градусов. Продолжительность суток на Земле 24 часа. А у Марса почти 25 часов, чуть-чуть побольше. Марсианский регион Сидония известен как центр загадочных артефактов. Здесь расположено более десятка пирамид. Разрешение современных снимков не оставляет никаких сомнений в геометрии этих объектов. Однако размеры их поражают. Высота некоторых 500 метров. Длина основания 2 километра. Они в 5, в 10 раз больше египетских. Для нас они гигантские. А для обитателей марсианской цивилизации, которая, может быть, погибла, может, где-то еще живет, более развитая, наверное, она была, до них это было некой нормой. Пирамиды Марса сориентированы на северный полюс планеты. Более того, они расположены не случайно и относительно друг друга. Пирамиды располагаются под идеально прямыми углами. Здесь есть все виды земных пирамид. Плюс другие невиданных конструкции. Кроме трехугольных пирамид, там есть образование и пяти, шестиугольные, более сложные, а есть и какие-то овальные, типа конусов. Причем, вроде бы конусы как вулканы, можно сказать, но у некоторых конусов совершенно ровно срезана верхняя часть. В некоторых конусах мы наблюдаем опять-таки отверстия, вот такие, которые уходят вниз. Недалеко от комплекса пирамид расположена другая знаменитая загадка. Марсианский сфинкс. Лицо размером в полтора километра. Существует всего три снимка этой интригующей горы. И на них исследователи уже построили массу теорий. Первые два снял американский аппарат «Викинг» в 1976 году. Третью фотосессию провел «Марс-арбитр» 30 годами позже. Как видно на снимках с более высоким разрешением, человеческого лица там нет. Есть лишь причудливая игра света и тени. Что такое зловещие стеклянные черви на Марсе? Либо это транспортные трубопроводы, либо по ним действительно вода перекачивается, мы не знаем. Чем опасны огненные шары в небе? В тексте рассказывают о появлении некого сияющего шара, а потом над этим местом произошел колоссальный взрыв, приведший к гибели города. Публикация этих кадров породила очередную теорию заговора. Якобы агентство НАСА подретушировало снимки и снова прячет следы инопланетян. Но искатели внеземных артефактов могут быть спокойны. Лицо это или нет, но центральная ось самой большой пятигранной пирамиды точно указывает на него. Наверное, не просто так. Фасад этой самой большой пятигранной пирамиды монстра имеет три грани под углом 60 градусов. Центр направлен на псевдолицо. Левый край на руины города. Правый на вершину куполообразной структуры. Имеются какие-то сооружения. Заводы, поселки, дороги. Разрушенная обсерватория, так я условно назвал его, с куполами синего цвета обсерватория. Гигантский радиотелескоп, огромное зеркало гигантских размеров. Геологи до сих пор ломают голову насчет сооружений на другой стороне планеты. В регионе Ацедалия, в ущелье между марсианскими скалами, проходят гофрированные трубы. Они огромны. Их диаметр иногда составляет 300 метров. Длина до 40 километров. Концы труб уходят под землю или в скалу. Трубы искривляются под ландшафт. Стыкуются, иногда под прямым углом. Эти объекты назвали страной-туннелем. Или марсианскими стеклянными червями. Да, стеклянные червями – это гигантские трубопроводы. Либо это транспортные трубопроводы, либо по ним действительно вода перекачивается. Мы не знаем. То есть мы ничего просто не знаем вообще о том, что там творится. Из древних текстов складывается впечатление, что сначала боги воевали на небесах. И людей это никак не касалось. Однако потом театр военных действий переместился на землю. В это, конечно, трудно поверить. Но в пользу теории древних ядерных взрывов существуют вполне реальные доказательства. Например, принято считать, что кратеры размером в десятки и сотни метров – это следы от падения метеоритов. Но во многих воронках не найдено ни одного осколка космических тел. Зато там находят тиктиды – пуски, оплавленные при чудовищной температуре земной породы. Ученые не могут ответить на вопрос, как это могло произойти. Например, в пустыне Сахара на территории Ливии есть место, где спекшаяся поверхность вообще превратилась в сплошное зеленое стекло. Все это могло случиться только при немыслимой температуре и давлении. Ничем, кроме термоядерного взрыва, появление таких артефактов наука пока объяснить не в силах. Возникает вопрос, откуда, значит, ядерная бомба, соответственно. Два варианта ответа на этот вопрос. Значит, либо, может быть, эту ядерную бомбу, если, допустим, из существования машины времени и перемещения возможностей по времени, кто-то затащил из будущего эту бомбу в прошлое, там ее грохнул, или просто-напросто, так сказать, прилетела некая цивилизация, которая уже имела ядерные технологии, ну и тут произошло нечто, какой-то конфликт. По всей планете встречаются сооружения, которые были разрушены чем-то подобным. В Боливии расположены загадочные древние руины – Пума-Пункту. Это одно из самых совершенных строений в Латинской Америке. Каменные блоки в 200 тонн вырезаны неизвестным способом с ювелирной точностью. По моему мнению, очевидно, что в то время не было таких технологий на Земле, и что инопланетяне привезли их с собой. И этот фундамент был разрушен. Выглядит так, будто бы было применено невероятное оружие, чтобы все это взорвать. Сегодня мы видим только нагромождение развалина, следы этой большой платформы, которой сегодня нет. Мы можем только предполагать, что здесь был фундамент ныне несуществующего сооружения, и этот фундамент разрушен. Оставшиеся мегалиты уложены без скрепляющего раствора так, что между ними невозможно вставить лезвие бритвы. Даже современные инженеры не способны на такое. Без компьютерной техники невозможно это высчитать. И самое главное, что такой фундамент, где каждый камешек больше 200 тонн, и этот блок, вот как оно построено, ставился сразу. То есть они его собирали, а потом ставили. Но для того, чтобы такой блок поставить, надо убирать на какое-то время гравитацию Земли. И они, вероятно, владели вот этим. Они могли с гравитацией работать. Назначение помопункту непонятно. А в центре комплекса странная дыра. Вот эта платформа, она вроде бы единая, но в центре ее существует просто воронка фактически. То есть там один блок, как минимум один блок, вырван, и по нему под 45 градусов торчит из Земли. То есть такой провал образуется. Это никакой потоп уже не сможет сделать. Либо смог бы всю платформу, да, вот вырвать блок из центра. Единственное, что приходит в голову, это мощный взрыв. Причем именно вот по центру с оружием. Очень похоже на результат точечного ракетного удара. На том же континенте, в Перу, в священной долине инков, также найдено немало следов похожих разрушений. Саксай-Уаман. Загадочная крепость, которую основал легендарный первый инк Манка Капак, пришедший из ворот Солнца в Тиуанако. Она выглядит так, будто пострадала от направленной бомбардировки. По моим данным, на Земле в настоящее время существует около 60 свидетельств о том, что наши далекие-далекие предки пользовались каким-то разрушительным оружием. И значительная часть таких находок как бы не сконцентрирована, а наоборот разбросана на нашей планете. Другой археологический памятник Кенко – лабиринт в скале, вырезанный на высоте 3500 метров. Ровная площадка уходит внутрь горы и разветвляется галереями. Современным историкам его назначение непонятно. Многие из загадочных древних сооружений наводят на мысль об их военном предназначении. Однако противники гипотезы ядерных вооружений древности приводят логический аргумент. Для создания любого высокотехнологического оружия необходима серьезная производственная база. Урановые шахты, заводы, испытательные полигоны. Производство ядерного оружия – это очень разветвленная и обширная производственная цепочка. Начиная от урановых родников и заканчивая сверхсовременными лабораториями. Таких следов никогда на планете найдено не было. Или даже подобных сооружений, которые можно было бы интерпретировать как остатки соответствующих производств древних. На другом конце света в Индии 3,5 тысячи лет назад при загадочных обстоятельствах погиб целый город. Он вошел в историю под именем Махенджидаро, что на языке синдхи означает «холм мертвых». В летописи Махабхарата говорится о мощном взрыве. В небе появился ослепляющий свет и огни без дыма. Все возгорелось, закипела вода в реках, дома были обожжены и все люди погибли. И на многие тысячи лет это место было заброшено. Там описание нескольких видов оружия, среди которого находится и упоминание ярких вспышек. Это совершенно уже четко похоже на наше ядерное оружие. Причем вспышек, которые уничтожают сразу целые города. И есть, скажем, ссылки на разрушение Махенджидара, это ныне территория Пакистана, что там якобы обнаружена была воронка. К сожалению, сейчас этой воронки увидеть уже практически невозможно, из-за реставраторов, которые там потрудились создавать Диснейланд. В 1922 году археологи нашли руины Махенджидаро. Следов вируса в останках жителей не было обнаружено. Скелеты лежали так, будто люди перед катастрофой спокойно разгуливали по улицам. Останки были подробно исследованы. Выяснилось, что норма радиационного фона в костях древнего индуса была превышена в 50 раз. Спрашивается, где человек тысячелетия назад мог добрать такой уровень радиоактивности. В то же время камни хранили следы мгновенного оплавления, взрыва и пожара. Катастрофа наступила неожиданно и очень быстро. Впрочем, есть и другая версия гибели Махенджидара. Описание катастрофы в древнеиндийском эпосе очень напоминает произошедшее во время Тунгусского взрыва. Точно так же засветилось небо. В нем возникли огненные шары, а потом был взрыв. Махенджидаро. То есть мы находим след колоссальной мощности взрыва, оплавившего камень. И что важно, что текст ведь рассказывает о появлении некого сияющего шара, который появился в этом месте. А потом над этим местом произошел колоссальный взрыв, приведший к гибели города и к последствиям, которые на сегодня исследователи оценивают как взрыв ядерного устройства колоссальной мощности. Кто и зачем строил пирамиды? Пирамиды были изначально связующим звеном между землей и небом. Что общего между архитектурой Земли и Марса? Более зрелые цивилизации, солнечные, галактические, давным-давно уже знают этот принцип. Древнейшая цивилизация старого света шумеры тоже знали о ядерной бомбардировке. На руинах шумерских городов, которые располагались от Турции до Ирака, пока не найдены свидетельства взрывов или колоссальных пожаров. Но навечно сохранились выбитые в камне рассказы о великих бедствиях. Есть описание, как черное облако накрывает некую территорию и все население гибнет. Это все дело описывается, что Земля становится безжизненной, все умирает и умирает вообще по непонятным причинам. По симптоматике выпадения волос, проблемы с кожными покровами и так далее, очень и очень похожи на ядерное оружие. Там есть еще упоминание горячего ветра, то есть, возможно, взрывы, скажем, неподалеку, когда приходит ударная волна и приносит с собой еще плюс раскаленный воздух и так далее. Шумерские плачи – так называются всемирно известные летописи этого древнего и загадочного народа. Выдумка это шумерских писателей или нет, но в них говорится, что причиной всех земных бед как раз и являлись войны богов. Богов шумеры называли анунаки и нефилимы. В шумерских табличках написано, что эти существа прилетели с планеты Нибиру, а людей они создавали путем любви с самками земных обезьян. Все это читается как захватывающая научная фантастика, но не думаю, что этот литературный жанр существовал в те стародавние времена. Но тогда зачем шумеры тратили дорогостоящие таблички на пустые фантазии? Но читаем дальше. Шумеры писали, что анунаки занимались на земле добычей урана, а человек им потребовался для обслуживания шахты-рудников. Вот такая странная история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова И памятник, и заседняя планета в летописях называется «Гор на горизонте». В тайных комнатах египетских храмов есть записи о том, что боги приходили с Марса, Красной планеты. Вся история человечества рассказывает о встречах с небесными существами и неземными богами. И Марс, бывший у римлян, как известно, богом войны, упоминается очень часто. Эти истории повторяются из мифа в миф. И если их понимать буквально, то можно сказать, что такие контакты действительно осуществлялись. Сторонники теории о том, что боги с других планет посещали Землю, приводят в качестве доказательства и еще один факт. Следы небесных гостей хранит не только древний Египет. На другом конце Земли в Мексике расположен комплекс пирамид Теотиукан. Как гласят легенды, его тоже возвели боги, спустившиеся с небес. Любопытно, что совсем недавно ученые исследовали пропорции между строениями и выяснилось невероятное. Если наложить на схему этого комплекса карту нашей Солнечной системы, то расстояние между пирамидами точно совпадет с расстояниями между планетами. На орбиту Марса попадает пирамида Кецаль-Куатля. Это было божество индейцев, чье имя означало и пернатый змей, и небесный мудрец. Планета Земля на месте больше пирамиды. Кроме того, соотношение диаметра Марса к диаметру нашей планеты 0,532. Точно такова же пропорция между высотой пирамид Кецаль-Куатля и Земли. Это слишком явное совпадение. Пирамиды были изначально связующим звеном между Землей и небом. Даже в Библии история создания Вавилонской башни – это строительство пирамиды. И на вершине пирамид всегда были маленькие храмы. И в этих храмах, люди в это верили, происходили встречи тех, кто приходил с неба. Геолог Владимир Авинский нашел математическое доказательство связи марсианской цивилизации и земной. Ученый дружил со знаменитым писателем-фантастом Александром Казанцевым. Тема Марса и Фаэтона настолько увлекала последнего, что он создал роман «Фаэты», где описал трагическую судьбу погибшего мира. Именно Казанцев обратил внимание Авинского на странную закономерность расположения камней в древней британской обсерватории Стоунхенджа. С этого все и началось. Вот в плане Стоунхенджа обнаружил вот такую странную фигуру-пентаграмму особенную. И эта пентаграмма отличается тем, что она построена на одиннадцатиугольнике. Эта фигура использует угол, равный одной одиннадцатой дуге окружности. Авинский назвал его «Угол Альфа». Ради интереса начал искать его в других сооружениях древних цивилизаций. И нашел в каждом. Ступенчатая пирамида земная укладывается, как здесь написано, в шесть Альфа. И буквально все сферы знания подчиняются этому принципу. Или в геометрическом выражении, через критический угол Альфа, умноженный на 2, 3, 5, 6. Или в метрическом выражении. 11, 22, 44. А потом Владимир Авинский приложил свой магический пятиугольник к плану марсианских пирамид. Увиденное повергло его в шок. Угол Альфа использовался везде. Марсианские пирамиды явно старше земных. Если отбросить древние тексты, то останется беспристрастная геометрия и математика. Она доказывает, что сооружение на Земле и на другой планете построено по единому инженерному замыслу. Владимир Авинский считает, что открыл формат мироздания. В любой гармоничной конструкции встречается этот угол Альфа. Контролирует оптимальность, гармонию, красоту, устойчивость, надежность. Мы имеем как бы универсальное проявление этого некого закона мироздания в нашей цивилизации. И стало быть и в иных цивилизациях. Мы еще, как говорится, юные создания во Вселенной. И уже подошли к этому пониманию. А более зрелые цивилизации, солнечные, галактические, давным-давно уже знают этот принцип. И, естественно, использовали его. Покажется невероятным совпадением, но открытие кандидата технических наук Светланы Павловой объединяет древние мифы и новейшие данные астрономов и математиков. Ученая посвятила много лет расшифровке древнего египетского календаря – Дендерского зодиака. Это каменное панно на потолке храма богини Хатхар в городе Дендера. На нем изображены боги, обозначающие созвездия зодиака и планеты Солнечной системы. Борельеф называют Дендерский зодиак или календарь катастроф. О его существовании в Древнем Египте знали только верховные жрецы и арафанты. Храм Хатхар был особенным местом. Храм этот неоднократно не перестраивался. Делалась не реконструкция, а делалась только реставрация в полном соответствии с проектом, составленным во времена Шемсу-Гор. Ни один фараон не имел право менять древние рисунки храма Хатхар, что неоднократно происходило с другими храмами. Все было направлено на то, чтобы любой ценой сохранить эти цветные росписи на потолках. Древние жрецы считали, что здесь записано нечто исключительно важное. В главном зале с массивными колоннами на высоте 18 метров изображен линейный зодиак, а на верхнем этаже круглый календарь. Вот перед вами зодиакальный календарь, но это не оригинал. Оригинал сейчас находится во Франции. Подлинный золотой зодиак был сколот и увезен французскими археологами во время вторжения Наполеона в Египет. Сегодня он хранится в Лувре. Сотни астрологов из разных стран пытались датировать положение звезд на календаре катастроф. У них не получалась ни одна дата вплоть до 3000 года до нашей эры. Дальше, вглубь веков, исследователи заглядывать не стали. И зря. Светлана Павлова работала с фотокопией оригинала Дендерского зодиака. Она обнаружила, в календаре с помощью математики и геометрии записано важнейшее послание. Когда я смотрела, еще не углубившись в сам этот Дендерский зодиак, я просто смотрела на него и, понимая, что египтяне обладали невероятным уровнем знаний, что они не могли просто так нарисовать фигуру, что они должны определенным закономерностям подчиняться. Их расположение, должны фиксировать какие-то моменты, они должны передавать информацию. Это не украшательская картинка. Просто так для чего-то взяли и для украшения интерьера взяли и нарисовали. Какие тайны скрывают египетские храмы? Гибель Файтона. И зафиксировали египтяне на этом зодиаке. Единственный ли мы разум в Солнечной системе? Для нас это цивилизация богов, которые вообще командуют всей Солнечной системой и ведут здесь контроль за всем, что происходит. Действительно очень похоже на то, что на этом древнем артефакте изображено звездное небо. Однако справедливости ради стоит отметить, что почти при идеальном совпадении одних астрономических фигур другие фигуры, обозначающие созвездия и планеты, нарисованы очень неточно. Почему? Традиционная наука утверждает, потому что это карта чушь и фантазии исследователей. Однако тени сдаются и утверждают, что на древнем рисунке действительно небо. Но не сегодняшнее, а то, которое люди видели 13,5 тысяч лет назад. Что называется, пойди теперь и проверь. И вот это говорит уже о том, что этого не может быть, стой! В этом что-то есть. Это стоп-кадр. Вот поэтому отсюда начинается расшифровка. Светлана Павлова считает, что восстановила смысл летописи той великой катастрофы. Между Марсом и Юпитером на Дендерском зодиаке изображена неизвестная планета. Ее символ СЭТ – бог войны и разрушения. Значит, она была уничтожена. Гибель Файтона и зафиксировали египтяне на этом зодиаке. Теперь мне пока, я думаю, что в дальнейшем я еще буду этим заниматься, но пока я увидела еще вторую катастрофу. Но это не единственная космическая катастрофа прошлого. И что хуже всего, страшные события происходят периодически. Светлана Павлова продолжает работать с зодиаком, чтобы вычислить опасный момент. Но вот тот самый цикл, который здесь четко обозначен, это 20, ну, грубо говоря, 26 тысяч лет. И этот цикл уже не единожды прошел по Земле. И это значит, что космически Земля попадает в определенные точки, которые вот здесь обозначены, регулярно. И вот эта регулярность выражается в очень редком расположении деканов. Апокалипсис неизбежен. Но когда, пока непонятно. Однако, насколько правомерна эта расшифровка дендерского календаря и подтверждают ли ее иные факты? Оказывается, есть совпадения. Эта фреска – фрагмент росписи из гробницы фараона Рамзеса VI. Мужская фигура в центре символизирует Солнце. По обе стороны от нее на третьей по счету линии две планеты. Означает ли это древняя тайна жрецов, что в нашей Солнечной системе на третьей орбите две планеты? Второе небесное тело, как видно, больше Земли. Теперь вспомните. На дендерском зодиаке Земле дали Луну, чтобы уравновесить с чем-то. Как это возможно, объясняет версия астрофизика Кирилла Бутусова. За долгую научную биографию он сделал массу открытий. По его расчетам, астрономы всего мира находят небесные тела в космосе. Возможно, скоро подтвердится главная теория профессора. Он обнаружил в Солнечной системе новую планету. Звучит фантастически, но, скорее всего, она обитаема. Для нас это цивилизация богов, которые вообще командуют всей Солнечной системой и ведет здесь контроль за всем, что происходит. Получается так, да? Академик Бутусов специально не искал десятую планету. Ее существование подтвердили законы симметрии Солнечной системы, которые он открыл. По ним на орбите Земли должна быть еще какая-то планета. Она может прятаться в так называемой либорационной точке. Одна либорационная точка находится вблизи Земли, на линии, соединяющей Землю с Солнцем. А другая находится за Солнцем, почти на орбите Земли. Вот. Вторая либорационная точка, так называемая коллинеарная или линейная либорационная точка. Вот эти точки неустойчивы. Поэтому, если туда тело поместить, в эту точку, оно будет вот ходить с таким же периодом, как Земля вокруг Солнца. Но друг друга мы не будем видеть. А период такой же будет. Логика рассуждений здесь проста. Солнце загораживает от телескопов наших астрономов огромный кусок Вселенной. Но это не значит, что этот кусок необитаемый. То есть за ним, за Солнцем, может прятаться кто угодно. Вполне возможно, что там есть и еще одно дополнительное космическое тело. Если предположить, что оно каким-то необъяснимым образом все время держится в тени светила, то получается, что гипотеза о существовании еще одной планеты, ее называют Глорией, имеет полное право на существование. А уж после этого и правда выводы можно делать самые невероятные. Так как она находится в таких же условиях, как Земля, на таком же расстоянии от Солнца, то, значит, там такие же условия должны быть, как на Земле, климатические. То есть температура должна такая же поддерживаться и так далее, и так далее. И если это тело вращается, значит, там тоже смена дня и ночи должны быть, да? По теории Кирилла Будусова, положение планеты за Солнцем искусственное, поэтому неустойчиво и зависит от Земли. Любой крупный взрыв, устроенный людьми, может создать волну, которая вытолкнет антиземлю с ее орбиты. Тогда два небесных тела пойдут навстречу друг другу. Ну, может быть, орбиты не совпадают, чуть-чуть наклонены относительно друг друга. Все это пройдет, но близко все равно будет проходить это тело и вызовет такие возмущения на Земле страшные, что может погибнуть цивилизация. Я подумал, что там цивилизация более высокая, чем наша, и они уж не допустят этого дела, раз они к нам сюда прилетают, контролируют. Действительно, очевидцы наблюдают летающие тарелки во время природных катаклизмов, землетрясений, извержений вулканов, тайфунов и цунами. Ядерные испытания и запуски баллистических ракет всегда контролируются НЛО. Может ли это быть косвенным доказательством разумной жизни на планете за Солнцем? Значит, Земля сидит в либерационной точке Глории, а Глория сидит в либерационной точке Земли. И тогда мы вытолкнем с помощью наших взрывов в Землю, и тогда мы встретимся. И дай Бог, что произойдет. Но кто они такие на самом деле, и каковы их возможности? Древние боги античных цивилизаций, бывшие обитатели Марса и Фаэтона, если допустить эту мысль, многое может стать на свои места. Ну, есть такой знаменитый миф о Фаэтоне, что было там две цивилизации противоборствующие, достукались до того, что, значит, передрались, планету развалили на куски, но кто-то уцелел куда? Ну, надо было куда-то убегать. Оттуда ближайшая планета, более-менее удобная для жизни, это Земля. Бегство на Землю древних обитателей Фаэтона наука не подтверждает. Но факт остается фактом. Современный анализ древних храмовых пирамид, сложенных из огромных, хорошо обработанных каменных глыб, многих ученых наводит на мысль, что их строители умели гораздо больше, чем принято думать. Потому что даже сегодняшняя техника не в состоянии работать с каменными блоками весом в 800 тонн. Вот что по этому поводу думает известный американский историк, исследователь древних цивилизаций Гартвик Хаусдорф. Во всех мифах всех народов на нашей планете боги, они же высшие существа, описываются как всесильные. Они творили такие вещи, которые нам сегодня кажутся чудесами из сказок «Тысяча одной ночи». Здесь я могу привести цитату известного писателя и ученого Артура Кларка, который сказал, что любая достаточно развитая технология почти неотличима от магии. То есть понятно, почему наши предки принимали этих инопланетных существ за всесильных богов. То, что творили эти боги, было неземным, сверхъестественным, было чудом. В самом деле, если предположить, каким может быть оружие будущего, среди термоядерных бомб, нейтронных пушек и лазерных бластеров, самыми эффективными окажутся гигантские небесные камни, убивающие сразу всю планету. Похоже, древние боги, если они были, не преуменьшали астероидную опасность и, вероятно, оставили людям завет. Его обнаружил доктор технических наук Александр Лазарев, изучая наследие древних. Профессор утверждает, что в пропорциях египетских пирамид записан сценарий будущего конца света. И произойдет оно именно от удара с Торой до Землю. Эта идея пришла к нему после расшифровки древних текстов. Александр Лазарев известен своими работами по толкованию Библии и стихов пророка Нострадамуса. Его 1102 Катрена посвящены главным образом вот этому событию, предстоящей реконструкции Земли. И он описывает то, как это произойдет. Сначала основывается он на Библии. И в Библии, если внимательно просчете, есть такая книга «Апокалипсис», есть 18 глава, 21 стих, в котором говорится об Ангеле, который придет на Землю и бросит на нее камень. Нострадамус взял за основу этот отрывок и расшифровал его в сотнях Катренов. То есть сотни Катренов посвятил одному событию, которое, собственно, уже ожидается... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Таких предупреждений за последние несколько лет мы слышим много. Быть может, даже слишком много. Что это? Желание некоторых ученых привлечь к себе внимание? Погоня за сенсациями? Псевдонаучная мракобесие? Думаю, что за некоторым исключением все-таки нет. Просто последние годы наука сделала гигантский шаг вперед. Орбитальные телескопы, сверхмощные вычислительные машины, межпланетные зонды каждый день дают такое количество информации об окружающей нас Вселенной, что человечеству и не снилось за всю историю своего существования. И эта информация порой никак не умещается в наши привычные представления. Поэтому и паникуют ученые. Поэтому и сыплют апокалиптичными прогнозами. Означает ли это, что нужно бояться и каждый день ждать, когда на голову обязательно свалится какой-нибудь космический булыжник? Нет, конечно нет. Но знать о том, что устройство окружающего мира гораздо сложнее знаний, заложенных в учебнике природоведения, по которому мы все когда-то учились, думаю, должен каждый. Хотя бы для того, чтобы понимать, что нас окружает удивительный мир. Наша Вселенная многолитая, и не факт, что она единственная. Что наша планета каждое мгновение ведет напряженную борьбу за нашу с вами жизнь. И самое главное, что Бог все-таки есть. Это была территория заблуждений. С вами был Игорь Прокопенко. Желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова